СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Первые три года пророчества. Уединение. Когда Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, исполнилось 40 лет, в результате его долгих размышлений, интеллектуальный разрыв между ним и его соплеменниками увеличился еще больше. Ему была внушена любовь к уединению. Он удалялся в пещеру Хира. Пещера Хира находится на горе Джабалян-Нур, гора света. Сама гора находится на расстоянии примерно в трех милях от южной части Кабы. Сейчас один из районов города Мекка. Пещера расположена слева по единственной дороге, ведущей к вершине. Это небольшая пещера длиной менее 4 метров и шириной около полутора метров. Джибриль приносит откровение. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, стал часто уединяться в пещере Хира, занимаясь там делами благочестия, что выражалось в поклонении Аллаху. К нему явился ангел и сказал «Читай», на что он ответил «Я не умею читать». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем он отпустил меня и снова сказал «Читай». Я сказал «Я не умею читать». Тогда он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела, а затем отпустил меня и сказал «Читай». И я снова ответил «Я не умею читать». Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал «Читай во имя Господа твоего, который сотворил». Сотворил человека из густка «Читай, а Господь твой щедрейший». По Григорианскому календарю этот день равен 10 августа 610 году. Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сердце которого трепетало от страха, вернулся и вошел Хадиджи бин Хувайлид, да будет доволен ею Аллах, и сказал «Укройте меня, укройте меня». Тогда его укрыли, и он оставался в таком положении, пока страх его не прошел, после чего он сообщил ей обо всем и сказал «Что со мной? Я боюсь». Хадиджа сказала «Нет, нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабого и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы». А после этого Хадиджа привела его к своему двоюродному брату Вараке бин Науфалю. Вараке бин Науфаль бин Ассад бин Абдальуза в период Джахилии, период до ислама, принял христианство, знал письменность иудеев. Вараке был глубоким слепым старцем. Услышав произошедшую историю, он сказал, что это был тот же ангел, которого Аллах направил Мусе. Вараке заверил, что по мере возможности будет помогать посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Джибриль приносит откровение во второй раз. Спустя какое-то время пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в пещеру Хира пришел ангел. Увидев его посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сильно испугался. Пришел домой и сказал Хадидже, да будет доволен ею Аллах, «Укройте меня, укройте меня». И они укутали его. А потом Аллах Всевышний испослал аяты, в которых было сказано, «О, завернувшийся, встань и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны избегай». Это событие произошло до того, как молитва стала обязательным поклонением. А после этого откровения стали приходить одно за другим. Призыв к религии. Первые мусульмане. С тех пор, как эти аяты были неспосланы, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал призывать людей к религии Аллаха. Всевышний велел призывать тайно, и это длилось три года. Первой из принявших ислам была жена пророка, Хадиджа, да будет доволен ею Аллах. А затем его ближайший друг, Абу Бакр Сиддык, сын его дяди, Али бин Абу Талиб, вольноотпущенник Зайд бин Хариса бин Шурах биль аль Кальби, да будет доволен ими всеми Аллах. Все эти люди приняли ислам в первый же день обращения к ним с призывом. После этого активно призывать людей к исламу стал и Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. По его призыву ислам приняли Усман бин Афан аль-Умави, Аз-Зубейр бин аль-Аввам аль-Ассади, Абдарахман бин Ауф и Саад бин Аббувакас, а также Тальха бин Убайдуллах а-Таими, да будет доволен имя Аллах. После них ислам приняли несколько мужчин и женщин, рабов и рабынь. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и мусульмане, после принятия ислама совершали молитву в два раката утром и в два раката вечером. Джибриль, алейхиссалям, научил тому, как следует совершать омовение, фуду, и как читать молитву. Но для безопасности они молились втайне от своих соплеменников. Аяты и части сур, неспославшиеся в этот период, объясняли единобожье с разных сторон, и в них содержалось побуждение к очищению душ. Такие аяты способствовали их духовному воплощению. Кроме того, в них приводились столь подробные описания рая и ада, они включали в себя ораторскую речь, которая давала им радость и духовную пищу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, за это время успел сформировать группу верующих, связанных друг с другом отношениями братства и взаимопомощи, и преследовавших единую цель, которая состояла в доведении послания ислама до сведения людей и его упрочении. Первых мусульман обучал Корану и мудрости. Одним словом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выводил людей из тьмы в свет, направлял на правильный путь, воспитывал их придерживаться религий Аллаха и выполнять приказы Всевышнего. По прошествии трех лет призыв все еще оставался тайным и индивидуальным. Но известия об этом все же доходили до курайшитов. Со временем они стали опасаться распространения сведений о происходящем. Однако в целом они не придавали этому значения, потому что Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, в то время не говорил насчет их религий и идолов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова